Привет, друзья! Вы смотрите первый образовательный алкогольный канал. Меня зовут Игорь Черский. Это мой друг-алкоэксперт Юрий Юдич. И мы снова в имении Юрия. И Юра сегодня пожарил прекрасную, совершенно свежайшую баранью корейку. Так что, честно говоря, вот слюна уже капает, да, уже очень хочется приступить к бараньей корейке. Но дело первее всего. Если вы помните, в этом же антураже, в этом же месте, с этим же Юрой, мы снимали дегустацию горьких настоек. И я даже не помню, сколько я получил комментариев на тему того, а почему вы не попробовали тверскую. Вот эту вот, да? Тверская настойка горькая. Пожалуйста, я честный человек. Я поехал, купил тверскую настойку горькую. Вот она стоит. Никаких других настоек нет. Все, сегодня будем пить тверскую горькую настойку, как вы просили. Но при этом зато обильно есть. Что-нибудь можно про нее рассказать? Так, ну, во-первых, это, конечно, завод, которым я говорил в своем замечательном эпохальном ролике с миллионным просмотром. Это Кашинский вереск. Он относится не к сладким настойкам, он относится к горьким настойкам. Потому что в Ашане я показывал на сладкие настойки вереска. Да. И для меня это интересно, потому что если я сладкие знаю, то горькую я знаю не очень. Спасибо тебе, что ты мне это принес. Ну, я ее тоже не пробовал, поэтому мне тоже интересно, раз столько зрителей сказали, что она хорошая. У тебя в комментах, тогда народ, кстати, начал писать, типа, купите вот эту тверская настойка горькая. Я надеюсь, там 40 градусов? 40, 40, 40, я смотрю. Я немножко ее поизучаю. 40, 40, я уже изучал. Да, ну, ты изучал, а я тоже скачиваю. Ты знаешь, ну, набор такой, традиционный для горьких настоек. Там и донник, и еще только нет. Я еще потом прочту. Ну, давай для начала, просто чтобы дегустация была более радостной. А, ну да, что-то я увлекся. Не, реально очень вкусная корейка. Сюда есть, что ли, пришел? Мы здесь дегустируем. Холодно, слушай, декабрь месяц. Ну, давай, ладно, декабрь. Твою здоровью. За вас, ребята. Вполне. Зверобой. Да. Чувствуешь? Мята. Да. Очень хорошо. Перчик. Но все очень такое элегантно. Да. Без монотизма. Не так, как мы тогда перцовые, помнишь? Да. Так что, я поделал. Давай еще накатим, потому что хороший. Ну, очень вкусно. Ну. Значит, это Кашин. Город, знаменитый своими целебными источниками водяными. Там уникальная вода по составу. Они начали сразу производить настойки именно. И продавали их в аптеках. До середины 20 века Кашинский завод продавал в аптеках горькие настойки, которые там используют для лечения. Вот. И, ну, давай-ка попробуем. То мне кажется, что, если мы, так сказать, сейчас немножко не смажем, нам надо их обязательно приготовить. Давай камушком как-то учу. Камушком в твою ладонь, вот, как бы, когда эту рыбку берешь, а она там исчезает. Прямо в ней. Ну, извини. Все-таки... Ваше здоровье. Вот еще пройдет немного времени, друзья мои, и вы сможете увидеть его не в красном чипце Феррари, а в настоящей шапке Деда Мороза. Я, кстати, испачкал свою прекрасную кепочку об твой этот козырек закопченный. Ну, ладно. Да. Сдержки производства. Да, слушай, отлично. Особенно вот на холоде прям. Да. Погоди, то есть, подожди, я что-то запутался. То есть ты хочешь сказать, что вот эту вот тверскую горькую настойку делают с 1800 какого-то года? Не совсем так. Тогда действительно делали горькие настойки, но именно этот рецепт был уже разработан в советское время. И ты знаешь, как все лучшее в нашей, так сказать, истории это было сделано в каком-то событии. В данном случае это была Олимпиада в 80. Слушай, какая связь между горькой настойкой Олимпиадой? Это допингшим? Ну, понимаешь, наша задача всегда нашего государства, нашей страны удивить иностранцев, понимаешь? У тебя соседи дружат, в общем? Стреляют иногда. А в кого? Ты знаешь, ну, обычно, если они видят незнакомого человека с бородой, они стараются подстрелить. И тогда, для того, чтобы удивить зарубежных гостей, для того, чтобы создать ощущение уникальной страны с уникальными напитками, с уникальным богатством всяких вкусов, обратились к заводу Вереск, они разработали вот эту рецептуру. На базе старинных рецептов? Ну, конечно. Конечно, во-первых, это травмный край. То есть, там всегда леса, вот эти тверские знаменитые, да, там травы какие-то, то есть, вода уникальная, производство спиртов различных, да. И, конечно, вся эта история в совокупности дала вот рецепт вот этой тверской горькой настойки. Я, к сожалению, наизусть композицию не запомнил. Я тебе специальную линзу принёс. Но прочитаю. Я знал, что ты потливый юноша, будешь читать. Спирт здесь меня устраивает. Он очень такой... Вообще, вот на холоде прям чувствуется вот эта вот тягучесть такая, да, такая, знаешь, плотность. Итак, почки берёзы, мята, зверобой, можжевельник. Ты, знаешь, мне даже показал, что я вот чувствую можжевельник послевкусный такой, знаешь, вот ёлочка такая, да? Есть такой хуйный запах у тебя, Чирский? Слушай, я уже допил. Ну-ка, давай ты мне ещё нальешь. Да ты что-то чистишь. Слушай, холодно, ну-ка. Давай ещё нальём и будем уже внимательно... Колган. Слушай, дослушай хотя бы до конца. Сначала лекция. Ну, сейчас нельзя так сразу бухать. Холодно. Нет, ну лекция должна быть, понимаешь. Хорошо. Сначала прослушай лекцию общественного знания, а потом пей. Давай, давай, давай. Колган, кориандр, доник. Кстати, пишите в комментариях, что такое доник. Я вообще не знаю эту траву. Ты знаешь, что такое доник? Ну, такая тоже лечебная, целебная. Доник. Да. Эвкалипт и имбирь. Имбирь это уже такой зверь. Дальше. Коньяк добавлен, сахар, краситель. Интересно, какой коньяк, наверное, французский. В Твери-то, конечно. Ну да. Коньяк, краситель. Ну, это всё грустное. А, элеотерокок. Масло эфирно-лимонное. Неплохо. Слушай, давай вот сейчас ещё по одной, чтобы уже распробовать. Вот, слушай, ты там почитал. Ну вот, элеотерокок, кстати, он очень для сердца полезен. Ну, хорошо. Вот. И, кстати, я вот прям чувствую, как сердце забилось прямо, ну, более весело. Я почувствую, чтобы просто мы с тобой вдумчиво распробовали. Вот мы снимали с Соберман ролики, и я отравлял свой организм брютами. Понимаешь? И дошёл до того, что вот, ну, не могу нормально, так сказать, выпить нормально, не с кем. А я для чего? Вот ты приедешь. Я же не Аберман, со мной может нормально. Здравствуй, дорогой. Будь здоров. Так, подожди, ну, надо распробовать. Мы что-то без тостов. Да. Вот колган, да, прям есть. А ты его знаешь в лицо? И мерять чуть-чуть, конечно. А я чувствую, это можжевельник мне будет, прям, в первую очередь. Да не, хороший, хороший продукт. А баранинка какая? Слушай, ну, ты знаешь, у твоей корейки и у этой горькой настойки есть одна общая черта, знаешь, какая? И то, и другое очень быстро заканчиваются. Это же очень вкусно. Не говори, но я говорю, то есть, я думаю, за второй бежать не стоит, потому что... Я могу, пожалуйста, я скажу. Не надо за второй идти, потому что у нас есть ещё десерт. Десерт. Да, и мы с тобой сейчас будем пить чай, как пили его приблизительно... Не напьёмся тортом, да? Как пили его приблизительно в 1898 году, когда открыли завод Вереск. Замечательный. И примерно тогда же люди распивали чай, настойки пили сладкие, на травах вкусные. Вот, и жили очень хорошо, потому что это даже и предлагалось, как такая лечебная история, понимаешь? Я понял, то есть, мы сейчас разожжём самовар и включатся машины времени, да? Практически так. Расскажем всё. Вот увидишь. В далёком прошлом. Да, давай. Всё, давай, попробуем. Ну, что, друзья? Мужик сказал, мужик сделал. Я так понимаю, что это вот чай, да, ты вот сейчас накрыл? Я пока в дом ходил. Да, немного накрыл тебе поляну, потому что, ну, я знаю, что ты сладкое не очень любишь. Не очень, да? Ну, теперь ты полюбишь его очень, потому что... Что из тебя выпадает? Он выпадает, да. А я объясню, я объясню. На самом деле, мы планировали, конечно, после горьких настойки снять сладкие, да? Но чёткой договорённости не было. Сначала хотели снять вот ту самую горькую, которую я привёз, вот. Но Юра, конечно, ну, это же Юра, господи, он же меня насквозь видит, он знает, что я хочу. Вот, он предугадывает мои чувства. Ну, вот женщину бы такую найти, вот, как Юра, с таким же характером, с такой же чуткостью и проницательностью, да? Главное, не путать. Только женщина, да, с фигурой, не как у Юниши, да, там, чтобы грудь была нормальная. Вот, и всё будет прекрасно. Так, ну ты забалтывайся. Давай я пока буду открывать, ты можешь дальше продолжать. А я тоже могу открывать. Ты думаешь, я не в состоянии открывать? Тем более, тут есть удобный язык. На самом деле, мы сейчас как раз с тобой познакомимся с, ну, самой главной фишкой Кашинского вереска, с которой началась его история, это сладкие настойки. Нашел кого знакомить. Я тлата лапландию пью уже лет 15. Очень её даже уважаю. Ты пьёшь, но ты не знаешь, что это Кашинский вереск, во-первых, что это вообще один из лучших заводов по настойкам в России. Я тебе ещё в Ашане это примерно сказал, когда я тебе рекомендовал. Казал-то сказал, да не сказал. Да, а ролик набрал он миллион просмотров. Думаешь, благодарите. Смотри, я вот предлагаю поменять местами, потому что это Ханя. Ну и что? Вот. А, это будет прям совсем... Ну, Маня, но Ханя. Хорошо. Значит, это будет очень сладко, и мёд, он всегда обладает такой тягучей структурой, которая забивает вкусы. Такая она насыщенная. Да, как вы понимаете, мы уже заранее налепили ценники, потому что, чтобы не было этих вопросов, а сколько стоит, а почём, там, так далее. Да, думали, на самом деле, вот перед тем, как в эфир выйти, мы думали о том, с чем сочетаются сладкие настойки, бальзамы. И, честно говоря, кроме как наших традиционных российских русских сладостей, мы ничего не придумали. Хотя, правда, будучи в одном хорошем месте, я купил ещё и пахлавуга, а это восточная сладость, как известно. Но, тем не менее, это баранки, это пряники, это конфеты вкуса детства, да, и мы будем сейчас пробовать, и посмотрим, как у нас будут сочетаться. Хотя, я даже не думаю, что здесь какие-то сочетания прям особенные будут. Здесь, скорее всего, просто, ну, это просто закуска такая, сладкая закуска, которая... Так, ты мне другой скажи, её надо до чая, или после чая, или вместо чая, или как? Во время чая. Интересно. Ну, ты как-то так закрыл, а чай я закрыть не могу. Это я закрыл? Я, по-твоему, закупориваю бутылки на заводе? А, то есть ты их ещё не вытаскивал. Итак, первое на нашем помосте, это брусничная настойка, Лапландия. Я думаю, что Лапландия, это отсыл всё-таки к какой-то северной стране, в которой растёт северная ягода. И, конечно, здесь вот эта ассоциация. Ну, по технологиям там всё хорошо. Игорь, дай-ка мне свою замечательную лупу, а вот она лежит. Так ты-то взял, читай другую, и вот это вот. Давай-то, я пока эту, что читаю, а ты эту разлий тогда. Хорошо. А ты хочешь, чтобы я сразу разлил все? Да, давай. Вода подготовленная, спирт этилу и ректификован, спирт у стырья люкс. Морс брусничный, спиртованный сахар, коньяк, настои спиртованной душистого перца, гвоздики и корицы. Слушай, запах потрясающий. Да. Пробочка, кстати, идеально пригнана прям вообще. То есть вот явно не выдохнется. Да. И я понимаю, почему, потому что вот эти вот напитки, их же не выпивают, вот как мы с тобой горькую выпили сразу всю, да. Их вот по чуть-чуть, по капельке смакую, да. Горькая, кстати, ушла вообще как детяшку. Нет, но вот это, вот это, вот это любят люди вот уже в пожилом возрасте, да, то есть мои ровесники, да, постарше. Ты пока читай, а я буду читать пока что, состав какой вклюквенный. Я пока разливай. Ты разливай пока, да. Так, у нас вклюквенный. Тот же самый спирт этил и ректификон из люкс. Морс клюквенный, сахар, коньяк, настои корицы. Ну, в общем, я думаю, что у этих настоек примерно одинаковая стилистика, просто разные используются. Морсы, это разных ягод. Ты уже самоварчик-то смотри, раскачегарился-то как. Ну, нормально, да, кстати. Ой, так. Так, бальзамы тоже? Может, бальзам потом всю? Ну, давай сразу все разливай. Ну, хорошо. А я пока буду давать экскурс как раз. Давай экскурс. Ну, здесь все то же самое, тоже спиртованный морс черники. Коньяк и та же самая корица. А, голубики. А, тут голубика и черника. Дай мне, Рюмка. На самом деле, на самом деле, вот сколько я с иностранцами обсуждал ароматы разные. Мы тоже часто приводим ароматы. То есть они такую ягоду, как черника, не знают, на самом деле. Так, а сколько раз ты с иностранцами обсуждал ароматы разные? Спросили бы тебя в особом отделе. На конкурсах. На конкурсах? Ага. Ты там с секретами? Вино частенько дает голубику в аромате. Вот. Но черника, ягода, она, видимо, только русская такая ягода. Потому что у них как бы все это Blueberry, а Blackberry это у них уже сам знаешь что. Да, хороший светофорчик получился. Поэтому мы начнем с этих ягодных настоев. Они прекрасны. Это все настои морсов, натуральных ягод. Вот по традиции делаются, они еще делались. В принципе, я вот начал рассказывать о том, что были специальные такие аптеки, в которых продавались вот эти настои, и при них устраивались заведения. И разрешалось там проводить чтение. А пить, плясать, гулять нет? Нет. В смысле? Танцы были запрещены. Почему? Музыка танца. Ну, потому что это было мероприятие, связанное сугубо с оздоровлением. И созерцанием. Да, созерцанием, потому что можно было чтение делать. То есть вот в Кашине как раз устраивались такие вот заведения, которые могли быть открыты даже в районе церквей. И там проводились вот эти лечения настойками. Так, я давай... Без всяких танцев. Хорошо. И без женщин. Хорошо. Давай представим, что мы сейчас с тобой в Кашине, да? Беспадшины. И начнем лечиться, да? Ты скажи, чайку налить тебе? Давай. Ну, давай сначала заварочки, наверное. Ну, заварочки. Давай я тебе заварочкой. Спасибо. Да, да, заварочкой. Да, давай. Так, вот тебе немножко заварочки. И давай мне вот эту самоварную историю. Естественно. У самовара я и Игорь Черский. Ну-ка. А под столом, конечно, Аберман. О, смотри. Прям от огнедыша. Шишечками должен пахнуть. Жалко вам шишками не пахнет. Мы же прям... Да нет, сейчас грохнет. Спасай, пожалуйста. Не, ну я на чашку. Ну, Марин. Все. А, хорошо. Слушай, ты пригодился мой самовар, да, чешский? Ну, слушай, если в первом акте на столе стоял самовар, то в конце он должен был выстрелить таким образом. Так, ты бараночки мне зажал? Дай мне вот смаком. Ну, какую-то ты большую хочешь или мелкую? Ну, для начала смаком. Давай, две дам. Спасибо. Две. Ну, две шишки не одна. А, нет, подожди, надо же сначала попробовать, а то вкус забьем. Так, начинаем с брусничной. Да. Давай. Чокаемся или как? Я уж не знаю как. Ну, давай. Твой здоровый. Да, вот ты знаешь, я теперь понимаю, почему в этих заведениях не плясали. Потому что вот с этой штукой можно вот посидеть, подумать, понаслаждаться. Это же не какая-то, знаешь, микстура, которую там выпил, да? Мне надо скорее какой-нибудь водой запить. Это же классно. Ну, ты знаешь, во-первых, вкус, он, ну, мы помним, что качество напитка определяется среди прочих параметров по послевкусию. Ты помнишь это? Вот. И вот сейчас у меня даже не столько я наслаждаюсь вкусом, потому что все-таки это не вино, во рту долго не продержишь. Разу проглотил. Но рот наполнился вот этим вкусом детства, какая-то брусникой. Мне даже еще немножко земляника вот почему-то заиграла. Наверное, просто это какая-то лесная ягода, память о которой у нас немножко уже смешалась. Ну, честно говоря, каждый последний раз съел бруснику. Не знаю, я только в виде настоек потребляю. Вот именно. Поэтому общее вот это ощущение вкуса лесной ягоды, оно офигенное. Ну, и ты знаешь, на мой вкус оказалось не так уж и сладко. Да? Вот это, кстати, очень приятно, потому что она не приторная совсем. Так я же тебе говорю, ты думаешь, я ее первая что ли пробую? Я говорю, по-моему, она лет 15 назад появилась. Я вот с тех пор как бы... И девушки ее тоже очень любят. Так, ну ладно. Давай по второй поклюкиваем. Что-то я это... Я забыл, что у нас съемочный процесс идет, понимаете? Опять я наступаю на эти грабли. Когда нам с Юдичем хорошо, мы забываем, что стоит камера. Да, ну все-таки надо людям рассказать про вкус и напитка, а потом уже будем с тобой конфеты отрезкать. Я знаю вкус напитка, он тоже не приторный, клюквенный. Но мне кажется, она чуть послаще, чем брусничный, да? Есть такое ощущение, но может быть, брусника дает вот эту терпкость такую, знаешь. Ну вот с чайком надо. Да, в бруснике всегда была такая, знаешь, вот... Я бы, если бы было вино, она же может как тонинность, но оно такое... Немножко такой вкус... Терпкий. Терпкий такой, да. И он эту сладость убирает. Да, есть такой момент. Ой, мне хорошо, Терпкий, честно говоря. А мне как хорошо. Сейчас я еще белочки изобью. Очень вкусно, во-первых, во-первых, ну, а я с ним пряник. Очень у вас эти конфеты замечательные, да? Юрий, почему у нас люди на греху пьют чай на алкогольных каналах? Я на самом деле очень люблю чай. Я тоже люблю. Я все время пью чай, и без чая я, например, там, спать не лягу. То есть, если даже какая-то пьянка... Ой. После чая ты и так спать не ляжешь, потому что чай же бодрит больше, чем кофе. Что я говорю? Какая пьянка? У нас же только дегустатор. Давай сделаем канал про чай. Первый алкогольный образовательный канал про чай, представляешь? Ну, да. Но это тогда будет, знаешь, какой-то такой своеобразный чай. Мы будем подбирать разные напитки к чаю. Давай, голубика. Сейчас. Сожжем. Конфету доем. Тут мы, конечно, нарушили все правила дегустации. Рот, надо промыть же чаем. Нет, почти не вину. Здесь такой вкус, что его ничем не испугнешь. Думаешь? Конечно. Кстати, я слышал, что голубика... Это какой-то новый вкус. Нет? Новый. Он недавно появился вроде бы. Слушай, ну как недавно? Год-два назад он появился. А, ну это давно уже. Слушай, ты знаешь, мне напомнило такой какой-то портвейн даже. Немного. Да есть что-то такое, да? Ну нет. Это все-таки настойка. Понятно, что настойка. Но иногда некоторые портвейны дают вот такой вот насыщенный ягодный вкус. Слушай, я вот думаю, она такая реально немножко гуще, чем остальные? Или она просто уже замерзать начала? Ну, вряд ли здесь температура одинаковая. Ну, она густая, да. Она прям как сироп больше похоже. Такая насыщенная. Она тянется так. Ну, здесь черные ягоды. Я даже бы сказал, что здесь композиция не только голубики. А, кстати, там черника была указана. Ну, мне тут бы показалось. Нет, ну сразу же натуральные ягоды. Не вот эти все экстракты какие-то чудовищные. Все как мы любим. Чудесно. Мне напомнило, действительно, такой хороший портвейн. Ну, кстати, да, ты знаешь, я вот сейчас тоже распробовал. Иди с ним. Ой, хорошо сидим. Очень неплохо, на самом деле. Чего мы раньше самовар не разжигали? А ты такую баранку будешь большую? Конечно, буду. Ну, возьми. Ты думаешь, я не справлюсь с большой баранкой? Да справишься. А у нас еще где-то был тульский пряник. Да я забыл выложить его. Не забыл, а зажал. Так и знал, что что-нибудь ты зажмешь. Юдич зажал тульский пряник. Отличная баранка. Зато пахлава, знаешь, какая вкусная. Настоящая, армянская. Кстати, баранки тверские, по-моему. Баранки тверские. И ты чувствуешь, как сочетаются тверские баранки с тверскими напитками? Словами не передаю. Это же так и должно быть, когда теруарный напиток сочетается с теруарной пищей. То есть, понимаешь? А если бы ты еще все это ел в Кашине, на берегу Волги, или что-то мака? Не знаю. Давай вот что сделаем. Давай, когда закончится пандемия, разобьем белок и поедем в Кашин. Да, бросим все и... А какие там девушки? Да, и там на берегу, что там, Волги, наверное. Волга. Волга. На берегу Волги сядем. Издалека. Костерок разведем. Долго. В самоваре сварим муху. Течет река. Вот, в общем, по красоте. Волга. Давай, вот этот напиток, у него есть очень интересная особенность. Он состоит из двадцати четырех. Ну, они используют такой термин «ботаниклы». Ну, это мы для слушателей наших скажем проще. Это двадцать четыре вида растений и трав различных. Слушай, мне нравится слово «ботаникл». Ну... Я даже знаю нескольких людей, которых я мог бы так называть. Ну, их не знаю. «Ботаникл». Это различные лекарственные... Ну, даже не лекарственные, просто растения и травы. Целебные. Может быть, листья, чего-то. Ну, сейчас я, кстати, доберусь до контр-этикетки и тебе... О, все. Ну, тогда начнется. Ну, вот для начала попробуем. Может, ты сначала доберешься? Давай попробуем. Ну, давай. Вот ты, кстати, по полной рюмочке пьешь, а я половиню. Так я тебя вешу в два раза больше. Ну... Слушай, этот запах-то... Ты имеешь в виду физический вес или вес в обществе? М-м-м... Вот это уже... Это тоже уже можно смаковать ногу разными... Более мелкими глоточками, потому что это более насыщенный продукт. Ну, ребят, это вообще надо столовыми ложками пить, мне так кажется. Чайными, ты хотел сказать. Столовыми. Столовыми? Может, половниками тебе еще это наливать? Приготовься к образовательной лекции. Не, ну, это такая насыщенная штука, в общем. А сколько там же, наверное, 38 градусов, я так думаю, да? Значит, во-первых, это как раз бальзам, рецепт которого воспроизведен с того самого 1898 года. Я сразу это почувствовал. Да, это не... Вот если горькое было у нас в Олимпиаде, как ты помнишь, то это в 1898 году, и это люди восстановили этот рецепт, и это применялось народными лекарями для возвращения утраченных телесных сил и поддержания бодрости духа. Ты представляешь, какая у нас сейчас наступит бодрость духа? Ты смотри, сейчас как бы нам в клуб не поехали. У нас есть куда ее девать-то? Тебе можешь дров порубить там что-нибудь? Ну, можешь вот курей пойти моих выпасти. У них петух есть. Давайте дров наколю там, что там крышу починить. Ну, здесь есть еще определенная магия чисел, на самом деле. Что интересно. То есть здесь 24 составляющих, и настой выдерживается 24 дня. А в этот момент, в этот момент, представляешь, 24 дня, и там они внутри между собой договариваются. И каждый делает свою презентацию. И трава с травой уговорит. И трава с травой уговорит. То есть они выходят там и говорят, я донник. Слушай, Юдич, ты знаешь, мы с тобой потерялись. Теперь я тебе сейчас зачту, но чтобы прочитать 24 травы, сам понимаешь, понадобится еще один час. Давай, давай, читай. Ну, я быстро пробегусь, чтобы ты понимал. Так, растительное сырье. Это черемуха, зверобой колган, можжевельник, мята перечная, гвоздика, душица, почки березы, бадьян, эвкалипт, кориандр, аир, тысячелистник, ромашка, шалфей, полынь, шиповник, цветки липые, донник. Ты сейчас ассортимент аптеки прочитал или что, или этикетку? И сол, милиса, корица, яблочный сок, мед натуральный, коньяк, морс-черники. Слушай, почему мы этой штукой не завалили Европу, чешский? Мы должны просто взять это напиток. Вы понимаете, что мы с тобой должны завалить Европу этой штукой? Ну, а почему и нет? Нам пора подумать о международном уровне. Хотя, мы с тобой заканчивали авиационный институт, правильно? Да. Загружаем в Ил-2, соответственно, вот этот вот старый кашин, и заваливаем Европу в процессе ковровой транспортировки бальзама. Транспортировки. Да. Ну, смотри, ну, то есть, не наши ли сокурсники сделали на зоне вертолеты из двух бензопил-дружбы? Что же мы не справимся, наконец-таки, с несчастным бальзамом? Юра. Ну, понимаешь, ну, просто это уникальная вещь. Я понял, что мы... Слушай, ну, сколько в Цвакуме уникуме трав? Да, послушай. Или сколько в Бехеровке? Да. До десяти трав, не больше. Я тебе вот сто процентов говорю. Не знаю. Послушай, я тебе одно скажу. Я сейчас безумно жалею, что мы с тобой, ну, буквально потеряли полтора года. Знаешь, почему? Потому что мы все полтора года вели наши дегустации практически трезвыми. Если бы мы каждый раз их снимали после такого количества выпитого, это было бы гораздо смешнее. Но, дорогие друзья, должен вас предупредить, как я всегда это делаю. Потому что люди, когда напиваются, они в лучшем случае становятся смешными. На них смешно смотреть. Они глупо выглядят, они говорят странные фразы и так далее. Но это еще хорошая сторона. А многие люди после принятия чрезмерной дозы алкоголя, они становятся агрессивными, злыми, тупыми, еще какими-то. Поэтому еще раз объясняю, наш канал, он пропагандирует за осознанное и умеренное употребление алкоголя. То есть по чуть-чуть. И как раз, между прочим, вот эти напитки, в отличие от многих других, о которых мы рассказывали, они как раз подразумевают употребление по чуть-чуть. И в частности, вот этот вот бальзам, вот его прям... Бальзам фантастический. Вот просто мы пьем на камеру, но просто нам быстро надо, чтобы этот фильм не длился 8 серий. Но вообще, вообще, вот с этой рюмочкой можно спокойненько просидеть часа 2. Слушай, Юр, ну вот действительно, вот смотри, вот можно сидеть, наслаждаться. И особенно, если вы прочитали вот этот список из трав, попытаться различить каждую. Вот это у вас займет еще часа 3. Вот, вы с пользой проведете время и уйдете спать просветленными. Скажи. Ну, все-таки, я такой напиток не рекомендовал бы употреблять в качестве, ну, просто алкоголя. Ну, когда там выпиваете, лучше возьмите там горькую настойку. Ну, уже взяли, да. Или, ну, что-то такое, где меньше трав. Почему? Результат налицо. Любые бальзамы... Дай мне еще чайку. С удовольствием. Чайку с удовольствием. Любые бальзамы, они предназначены все-таки для небольшой дозировки. Вот в чай, может быть, если кто-то чай не пьет, это может быть и кофе. Может быть, просто там вместе с водой, там небольшая маленькая рюмочка, и потом запить водой. Просто потому что, чтобы вот эту травную композицию ее воспринять. Надо сказать, что очень важен еще и исторически сложившийся набор трав. Потому что так часто бывает, что новые современные рецептуры, они просто набирают травы, ну, как говорится, что было, то и положили. Да ладно. Да. А если рецепт старинный, значит, эти сочетания этих трав прошло испытание временем. И, конечно, одна трава, бывает так, что травы могут вступать друг с другом в противодействие, в антагонизм. Точно. И, в принципе, когда такой рецепт, когда 24 травы, 24 дня, вот, и мы понимаем, что эта композиция достигла той необходимой синергии трав, которая, вот, славятся наши исторические бальзамы. Они есть, и они известны, вот, но это один из лучших хитов, пожалуй, того, что мы сейчас имеем на нашем рынке. Хорошо сказал. Черт побери. Не говори. Так, ну, что, мед. Мед. Мятку. Медок-то сладкий. Да, твоими устами бы мед пить. Ну, 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 пожалуй, я просто, ты говоришь, я кому-то там писал, я, на самом деле, искал одно из моих любимых стихотворений. Вересковый мед. Ты же помнишь? Да, 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 да. Вот, то есть, пришел король шотландский безжалостный к рогам и так далее. Вот, видишь, я его потерял уже. Да, да, но вот тут как раз шотландка-то, видишь, ткань-то. Да, и, кстати, вот это, да, молодцы, кстати, они, скажем так, отправили небольшую такую сделали ассоциацию вот с этим шотландским стилем. Тонкую и ненавязчивую, но ты уже полез ее искать. Да, но я уже нашел стихотворение, я просто, давай с тобой попробуем. Подожди, сначала стихи. Нет. Юра читает стихи, давно он не читал стихи у нас вообще. Ну, вообще, скажем так, давайте так. Я, стихотворение само по себе длинное, но я прочту там пару стров. Ну, давай сначала попробуем, я должен вдохновиться. Слушай, вот тут скорее я скажу, что здесь есть нотки какого-то портвейна. Причем такого хорошего портвейна, наверное, от Солнечной долины. Но только такого крепенького, там же градусу 40, наверное же, да, в этой штуке. Ну, я на самом деле здесь не чувствую портвейна. А если не чувствую мед, удивишься. При том, что он, по-моему, он крепче. Нет, крепче, я тебе сказал, 40 градусов чувствуется, да. Ну, то есть представьте, если взять какой-нибудь очень классный наш, правильный российский портвейн, добавить туда немножко, ну, перчинки какой-то, да, чего-то такого огня, да, и довести его до 40 градусов, то это будет вот примерно вот этот вот вересковый мед. С оттенками меда, с легкими. А ты посмотри, какая крепость здесь? 40, 40, я посмотрел. А, 35. Ну, 35, ну, окей. Так, я прочту состав. Вода, спирт там. Так, с выражением не просто вот так. Сок яблочный, спиртованный. Так, паузу делай. Настой спиртованный. Рассительного семья. Спиртованный древесина. Спиртованный. Черемуха, зверобой, колган, можжевельник, мята, душица, гвоздика, бадьян, почки березы. Вот чьи почки пострадали. Эвкалипт, кориандр, аир, тысячелистник, цветы, ромашки, шалфея, полынь, горькая, жень-шень, Игорь. А это для мужской силы полезно. Слушай, я тут вдруг подумал, что этот, а что это? Сахар и, конечно, мед натуральный присутствуют здесь. Юрий Ильич, а давай продадим твою почку березы. У тебя берез на участке. Ну, то есть, нет, подожди, мою почку или березу? Ну, это же твой участок, у тебя березы твои. Давай продадим твою почку березы. Тишина в библиотеке. Купим себе телестудию. Из вереска напиток забыт давным-давно, А был он слаще меда, пьянее, чем вино. В котлах его варили и пили всей семьей. Малютки-медовары в пещерах под землей. Ну, это пикты были. Потом пришел король, прогнал бегных пиктов. Я быстро перескажу. На вереском поле легко в стране настало. Опять некому готовить. Ну, в общем, он всех убил. И осталось два пикта всего. Король шотландский убил всех. И вот он, король по склону, едет над морем на коне. Рядом реет чайки с дорогой на ровле. Кончился! Да, подожди. Вот. И он, ну, поймал двоих пиктов и стал их мучить. Говорит, вас будем пытать, пока не умрете. Но, говорит, чтобы вы выросли, ну, выдали секрет вереского меда. Вот. И старость боится смерти. Старик подозвал короля и говорит, что, слушай, ну, я стесняюсь при молодом. Вот. Но я тебе секрет расскажу. Только вы молодого ликвидируйте. Потому что он раздражает свою виду. Ну, да. Вот он сказал, что он боялся, что молодой не выдержит пыток и скажет. Да, уж я-то точно скажу. Да, да, да. Все, короче, секрет. Да, и теперь понятно, что в Шотландии больше нота нету. А вот у нас есть. Потому что у нас никто никого не убивал. Они молодого замочили, и он говорит им так. Правду сказал я шотландце, от сына ждал я беды. Не верил я в стойкость юных, не бреющих бороды. Про бороду чертки. А мне костер не страшен. Пускай со мной умрет моя святая тайна, мой вересковый мед. Короче, вересковый мед в Шотландии умер. А в России он существует. Возродился. Поэтому вы можете просто его купить в магазине. Вот. Но, слушайте, я сейчас не буду уютчиво пытывать адрес магазина. Я думаю, что у этой компании верес наверняка есть сайт. Вы наверняка его найдете, найдете, где это продается. Вот. И, собственно, мы когда в Ашане были, он же там стоял. Всякие разные, да? Были. Да. Были. В Апландии была точно. И была, кстати, еще другая серия, которую мы сейчас не пробуем. Наша задача, попробуйте сказать, вкусно это или невкусно. Вот все, что мы сегодня попробовали, было вкусно тебе, Юрий? И главное, ритейлеры тоже должны брать такие напитки. Юра, было ли тебе вкусно сегодня? Очень. Очень. Я присоединяюсь к словам своего друга-эксперта, алкоэксперта Юрия Юрьевича. И хочу еще раз сказать, что мы с Юрой заумеренное употребление алкоголя. Не как сегодня, да? А заумеренное. То есть, в принципе, все, что мы сегодня выпили, да? Вам можно выпивать, ну, нормально всем людям, не нам, вот, рюмочку, да? Вечером, например, там, да? Что там, диджестив, аперитив, как это? Ну, ты знаешь, сладкие настойки, это сладкие настойки. Это отдельная история, то есть, это не диджестив. Можно аперитив, кстати, на наших коктейль еще с тобой не говорили. Подожди, я еще не сказал самое главное, да? Мы ни в коей мере не утверждаем, что алкоголь может быть лекарственным средством. Это не так. Но алкоголь в умеренных дозах может поднимать настроение, может повышать тонус, возвращать, не знаю, какой-то вкус к жизни, что-то еще, да? А в эпоху коронавируса это крайне важно, потому что люди на позитиве болеют меньше и болеют менее тяжело, чем люди, которые в депрессии, вот, в негативе. Ну, вот такие вот грустные сидят там, да, у себя на даче в одиночке. Если бы я не приехал, тут бы вообще, я не знаю, что бы тут было. Я вспомнил стихотворение Стивенсона, это, вересковый мёд. Ну, так как ты всегда все путаешь, хорошо, что вспомнил хотя бы к концу передачи. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу животрепещущую дегустацию. Огромное спасибо компании «Вереск», которая верна традициям, делает качественные напитки уже очень долгие годы. Спасибо им, что они сделали к Олимпиаде замечательную тверскую настойку. Огромное спасибо моим комментаторам, которые нам ее посоветовали. Мы ее не особо знали, но вот теперь узнали. А вот эти вот как бы напитки я частенько, да, скажу, употреблял вот как раз чаем, кофе с десертами разными и так далее. Так что мы с Юрой продолжим, но вам на это смотреть не нужно. У вас собственный путь к здоровью, счастью и долголетию. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ставьте лайки. И самое главное, делитесь ссылками с другими людьми, которых вы хотите тоже приобщить к неким радостям, к неким вкусным продуктам и вкусным напиткам. Я уверен, что им это понравится. И более того, это можно вполне дарить в подарок, особенно вашим пожилым родственникам, которым... Что Боня опять недовольна? Наш пожилой родственник. Кого ты там облаиваешь? Еще раз. Хочу заметить, да, что это прекрасный подарок вашим пожилым родственникам, которые тоже к чаю иногда или кофе любят что-нибудь там, рюмочку там, буквально там совсем чуть-чуть, выпить чего-нибудь вкусного. А, я понял. Боня страдает, что мы ей не налили. При съемках этого ролика ни одна собака не пострадала. Абсолютно. Не, она страдает, что ей не отдали все мясо, которое мы съели. Хочешь передать привет кому-нибудь? Пользуясь случаем, я хочу передать привет всем тем людям, которые скептически относятся к настойкам российским и пренебрегают ими в своем, может быть, не ежедневном, но хотя бы ежемесячном рационе, потому что это, во-первых, вкусно. Ну, конечно, мы не можем говорить, что это полезно. Мы просто будем об этом говорить. Это просто приятно. Да. Это приятно, это вкусно. Это возвращает нас к какой-то такой традиции, которая была на Руси очень-очень-очень давно. И разные самые были настойки на фруктах, на ягодах. И, в принципе, в конце концов, это хорошее средство для общения. Точно. А вот почему ты не допил все пять трюмок? Об этом мы поговорим с закатом с тобой. И очень серьезно. Субтитры сделал DimaTorzok